Встреча с ветеранами Встреча с ветеранами Встреча с ветеранами Встреча с ветеранами У нас становится все меньше и меньше. Мы хотели их застать, поздравить их заранее, сказать, чтобы они дожили до праздника Победы. Проект завершен. Мы начали с июня месяца по 10 декабря провели праздничный концерт с ветеранами, посвященный независимости Республики Казахстан. Сейчас в Уральске проживают 183 ветерана войны. И наша общая забота сделать жизнь этих людей лучше и комфортнее. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В ТО «Уралтаза-сервис», которое занимается вывозом твердопотовых отходов, заявили, что в этом году они заметно улучшили свою работу. Это заметно и многим горожанам. В наш адрес стало поступать меньше жалоб, касающихся мусорных проблем. Тема мусора неисчерпаема. Сколько существует мир, столько и будет существовать проблема вывоза и утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Коммунальщики заявляют, с каждым годом объем мусора растут. Полигон твердопотовых отходов уже на 90% исчерпал свой ресурс. Вся надежда на сотрудников ТО «Уралтаза-сервис», предприятие, находящееся в коммунальной собственности, сейчас изменило подход к своей работе. С начала года мы открыли три новые кассы. Это в районе универмага, в районе шестого микрорайона и в здании кассы «Трансказаймаг», в районе ТЭЦ. Все это делалось для того, чтобы населению было удобно оплачивать, чтобы они далеко не ездили. Сейчас мы заключили договор с Каспий-банком на интернет-обслуживание, интернет-банкинг. Только в этом году коммунальное предприятие получило пять новых единиц спецтехники. Ставится задача на обновление автопарка и приобретение контейнеров европейского образца. Каждый день ходят по графике 26 техника. Все успеваем. Плюс еще поселки, там Жилаево, Деркул, Дочеканский, плюс это круглозерные сибирки. Успеваем. Евроконтейнер сейчас в данный момент 700. Общие 2700 где-то. Из них евроконтейнеры 700. В Уралтаза-Сервис заявили, что в этом году удалось снизить задолженность населения перед предприятием. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске в самое ближайшее время должны запустить два новых автобусных маршрута. Об этом заявили в городском отделе жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Кроме этого, здесь заявили, что в новогоднюю ночь время движения городских автобусов будет продлено. В Новый год без повышения тарифов, да еще и с новыми маршрутами. В секторе пассажирского транспорта заявили, что тендер уже объявлен. Результаты станут известны позже. Один новый маршрут, это будет у нас с мясокомбината до жилого комплекса Шаром, который находится по Самарской трассе. А через что? Он будет проходить мясокомбинат, Ружейниково, Жилаевская трасса, Козложарская, Абулхайр-Хана, Сарымодатова и до Жерома. И второй маршрут у нас тоже новый рынок открылся, это называется Заря Востока, это Зачиганский на Саратовской трассе. Значит, мы объединили этот маршрут с железнодорожным вокзалом. В городском отделе ЖКХ сообщили, что в этом году были установлены 15 новых остановочных павильонов. В будущем году эта работа будет продолжена. Остановок не хватает в поселках Зачиганск и северо-восточной части города. А в Новый год пассажирские автобусы будут ездить допоздна. Люди смогут добраться домой после праздничного мероприятия, который начнется 31 декабря на площади Абая. Будут проходить мероприятия, и для того, чтобы пассажиры, горожане наши могли добраться до дома, то, значит, автобусы у нас будут ходить с несколько продленным графиком работы. В связи с тем, что мероприятия будут проходиться на центральной площади города, значит, маршруты движения в связи с этим будут несколько изменены. То есть, минует центральную площадь по объездным остальным дорогам, то есть по улицам Кормангазы и по улицам Мухита. Комнатчики заверят, что в будущем году продолжится ремонт трасс. Так что пассажиров уверяют, все делается ради их комфорта. Транспорт, я считаю, что ходил на хорошо, я так считаю, таких, чтобы срывов или там ожиданий у людей. Я вот не знаю, в газетах, конечно, жалуются клиенты, что там когда-то вот к концу смены там что-то затягивается. Это, наверное, вопрос больше к руководителям тех предприятий, которые выигрывают тендеры. Ну, а вопрос, то, что вы говорите по тарифу, ну, любой клиент всегда отрицательно относится, когда будет получать повышение тарифа. Роман Копняев, Айбула, ДжКПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!